Девушки отдыхают Девушки отдыхают И суперприз от канала «Пятница» Один миллион рублей Вы готовы к этому? Да! Добро пожаловать В наш сладкий мир Это самое шоколадное, самое карамельное и самое сладкое шоу страны – кондитер! Добро пожаловать в наш сладкий мир! И сегодня помогать мне с выбором лучшего кондитера страны Будет крошиха всех сладкоежек Нежная, как взбитые сливки И сочная, как спелая клубничка Великолепная Ольга Вашурина Привет, Олечка! И сегодня с нами Лучшая из лучших Мерлин Монро Нашего сладкого мира Мегапрофессиональная Нина Тарасова Привет, дорогой! Как же я рада снова оказаться в нашем сладком мире! Я уверен, что сегодня мы попробуем самые вкусные торты Но они будут не простые Ага, а золотые! А с сюрпризом? А с сюрпризом! А какой? Какой сегодня праздник? Итак, девочки готовы? Да! Девочки, мы отмечаем день рождения короля! Ренат Лемарович, вроде ваш день рождения не сегодня Певец! Ага И поистине король эстрады Да ладно? Серьезно? Да Это он? Он самый? Да Филипп Киркоров Ой, неужели, неужели Девочки, я очень надеюсь, что работы наших участников Будут соответствовать этому королевскому статусу И мы окажем поистине королевский прием Я даже не могу себе представить, какие торты могут быть сегодня И чем вообще можно удивить короля Это прям вызов Это вызов Это вызов Ну давайте тогда вызовем первого участника Здравствуйте! Здравствуйте! Боже мой! Боже мой, что это? Я донесу, минуточку Это любимые кроссовки Филиппа Киркорова? Да, я знала Тяжелые, да? Вот я сразу покажу Да вы что! Здрасте! Меня зовут Юргита Очень приятно с вами познакомиться Учусь я в Академии в Москве Академии кулинарного искусства С 16 лет я участвую в национальных и региональных чемпионатах Первую свою золотую медаль я получила в 17 лет Также у меня есть художественное образование Работаю я с 13 лет По образованию я технолог, инженер продукции и общественного питания У меня шестой разряд Далее, хочу рассказать про торт Главное, это заказчик, да? Что он предпочитает? В данном случае это наш именинник Филипп Бедросович И я знаю, что он обожает разную обувь Я решила ему подарить новые кроссовки Все это съедобное Корпус из темперированного шоколада Добавила немного глазури, чтобы все это довести Что внутри? Торт где? Торт в кроссовке Внутри начинка Леди Бисквит Крем из крем-чиза С добавлением патиссера Из битых сливок И кули из маракуйи Пропитала я все сиропом И манго Патиссер давайте раскроем зрителям Что это за загадочное слово? Это заварной крем Какой кроссовок будем резать? Левый или правый? Давайте правый Это вот вы читаете разрез, да? Да Давайте попробуем Итак, Нина У вас шикарная работа Шикарная визуализация Бисквит чуть суховат Я вижу, что он ровно наполовину пропитан Наполовину он не пропитан Но кислинка здесь спасает совершенно все Очень аккуратная, ненавязчивая, легкая кислинка В совокупности всего этого я вам говорю, да, вы умница Спасибо большое Ольга Вы мега профессионал Вы невероятный декоратор И торт у вас вкусный Я говорю вам, да Мы привыкли к тому, что участники уделяют много внимания декору И мало внимания вкусу У вас здесь тоже есть перевес в сторону декора Потому что, видно, над ним вы трудились, работали, старались И сегодня, к сожалению, тот самый случай, когда внешний вид этого изделия И вкус этого изделия полностью соответствует Я говорю вам, да, вы в финале Браво! Я очень рада, я переживала И это конец, и я получила свой заветный фарточек Спасибо всем, спасибо, что оценили Очень рада Мы ждем следующего участника Здравствуйте Здравствуйте Ну, там, конечно Золото, золото, золото Королевский торт Я Воробьева Надежда Приехала из города Гайя, Оренбургская область Я кондитерством занимаюсь очень мало всего год Ну, вообще, в принципе, даже как Это 21-й мой торт 21-й Ну, то есть вы ведете счет своим тортом, да? Надежда, что вы нам принесли, расскажите? Королевская такая ваза Ваза Людвига XIV Так как Филипп Киркорович Филипп Киркоров Он же король эстрады И вот он шикарные посуды всегда любит есть там И вот ему такая посуда И золотые пельмени, ручная лепка А почему пельмени? Как бы король, это икра Ну, пельмени, домашняя еда Мужик же, он должен есть Должен есть золотые пельмени Мужик должен есть золотые пельмени, да? Ну, конечно Да, все мужики должны есть золотые пельмени А пельмени с чем? А пельмени, там начинки разные Там есть типа картошка Бисквит с ганашом Да, внешний вид вашего изделия Потрясающий Просто потрясающий Что внутри этого изделия? Внутри это бисквит Типа молочная девочка И крем в брюле Надежда Вы видите кошку здесь? Почему кошку? Кошку видите? Какую кошку? Нет Вы не видите кошку здесь? Нет, не вижу Обернитесь, посмотрите Нет, не вижу кошку А можете отгадать загадку? Как кошка? Где в этой студии кошка? Покажите мне кошку в студии Если вы мне покажете кошку в студии Значит, я скажу, что вы очень внимательный человек И вы достойны финала Ну, глазками посмотрите Это вид... Да нет, не видуй, при чем здесь они? При чем здесь? А кошка у меня на футболке Кошка у меня на футболке Давайте режем Ломается мастика Да Как-то с прискорбием вы сейчас это говорите? Опыта еще мало Ну, мы заметили уже, да И учусь так вот Вы все руки будете туда засовывать или нет? Нет Только одну, да? Только одну Ну, у меня две Вы все удивили Какая у вас девичья фамилия? Пугачева Вы не услышали сейчас? Нет Можете громко сказать, какая у вас девичья фамилия? Пугачева О, так вы по адресу Торт от Пугачевой для короля российской эстрады Мы вас верим Вытягивайте Ух! Ну, сверху Разрез не очень смотрится, а очень вкусно Итак, коллеги Сейчас будем дегустировать торт от Надежды Пугачевой Нина, хочется узнать твое мнение Вам нужно еще наработать Торт сухой Мне по вкусу он больше напоминает как раз пирожная картошка Которая такое не совсем пропиталась И немножко комком стоит в горле Я вам сейчас говорю нет Но я в вас верю И уверена мы с вами увидимся еще в следующем сезоне Ольга По мне вот немножечко плотноват Здесь крем-брюле по мне не очень подходит Но для 21-го торта это просто феноменально Я говорю вам да Надежда, у вас есть одно да и одно нет Очень рискованно, Надежда Но риск дело благородное Я люблю рисковать Давайте посмотрим Готова ли Надежда сражаться За звание главного кондитера России В финале Надежда, этот фартук ваш Я говорю вам да Кошечка Кошечка Получай фартук Ура, блин Я это прошла, я это сделала Я это прошла Так классно Спасибо всем, кто верил в меня и кто не верил Я все равно это сделала Ждем невероятно крутого, сильного участника Здравствуйте Здравствуйте Вообще непонятно, что нам несут Микрофон Это микрофон Для Филиппа Киркорова Для нашего короля эстрады Меня зовут Лилия Я приехала из города Калуги Мне 38 лет Прекрасно Лилия, вы кондитер? Вы наш коллега? Я кондитер Или начинающий? Нет, я кондитер Сколько лет? Более 10 лет 10 лет? Ну, с юностью увлекалась Сначала так хобби Вы трудились на предприятиях как кондитер или нет? Я работала на производстве Лилия, что вы нам принесли? Внутри шоколадный бисквит Потрясающе Два вида крема Шоколадный и крем-брюле И крем-брюле С начинкой карамели сливочной с орехами С грецким орехом Почему такой декор? Для Филиппа Киркорова Он такой, он любит роскошь, украшения Да У него концертный микрофон тоже со стразами Со стразами Вам не кажется, что вот эти стразы могут руку царапать? Вот когда держишь микрофон Все-таки микрофон должен быть гладким, правда? Чтобы рукой удобно было держать А вот из него торчат вот такие острые кристаллы И они будут царапать руку И буквально на четвертой композиции Уже здесь будет рука кровоточить Давайте резать Ох, какой разрез Профессионал с 10-летним стажем Принес профессиональный шикарный торт Совершенно потрясающие ароматы И очень мне нравится Текстура вот этого шоколадного крема Она даже похожа Такой, очень такой Легкий, правильный, взбитый мусс Ну а сейчас мы попробуем Какой ваш торт на вкус? Мне нравится ваша карамель Она так аппетитно вытекает Из торта Орешки очень сюда подходят Но в остальном Вот это что? Это муссовые, да, такие текстуры? Да Мне они показались слишком сладкими Мне не хватает какого-то акцента Который мог бы оттенить вот эту сладость торта В итоге ты говоришь? В итоге я говорю нет Нет? Да К сожалению, большому моему сожалению Бисквит суховатый Мусс, вот, да, действительно Мало шоколадного Сладкий Но мне еще дополнительно Он какой-то жирный Как будто вот кусок масла Я понимаю, что это мусс Возможно, вы перезбили сливки И очень плотный И много слишком желатина Я вам говорю нет Я не знаю, что должно произойти Чтобы после двух нет Я бы смог с мнением Мощных специалистов поспорить Я скажу так У вас достаточно твердая рука И точно такой же торт В погоне за красивой формой Вы потеряли самое главное Вкус Все эти полуфабрикаты Если сделать в три раза нежнее Это изделие было бы волшебным Но когда мусс-крем плотный Бисквит плотный, сухой То в общей сложности этот торт Становится невкусным При всем уважении к вам, коллега В финал, к сожалению, вы не попадаете Спасибо за участие Возвращайтесь в следующем сезоне Спасибо Очень жаль, что меня не пропустили в финал Я расстроена, но не буду падать духом Ну что, где этот тот самый фееричный торт Для короля, для императора? Мы ждем вас Следующий участник Вот это да Что это? Вау Представьтесь Меня зовут Лариса Корьева Мне 53 года Я приехала к вам с Урала Из города Аша Который называют второй Швейцарией Скажите, какая часть там съедобная, а какая нет? Все съедобные А вот это белое перо из чего? Вафельная бумага Это тоже съедобная Да Расскажите, откуда такая идея, такой креативный дизайн? Нелегкий выбрал путь Филипп Скалистый и тернистый Но покорение вершин Игрушка для артиста Блистая с высоты Олимпа На суетящийся бомонд И красотой своей сияя Он украшает генофонд Браво! Браво, девочки! Браво! Королевский стих О, какая начинка? Медовик, карамелизованный с апельсиновым заварным кремом Давайте ее резать Офигеть! Лариса, это фееричный разрез торта А самый фееричный эффект Это аромат Который сейчас никто не слышит, кроме меня Просто бомба! Лариса, я давно не ела такого вкусного медовика Если вообще когда-либо ела Это просто феерия вкуса Феерия Лицезреть вот такой профессионализм Я, естественно, говорю вам да Да-да-да-да-да-да-да-да-да Сейчас свое мнение скажет Нина Тарасова Лариса, вы как только вышли, я уже готова была сказать вам да Когда вы разрезали этот торт, я снова готова была сказать вам да Я попробовала, я готова кричать Да, вы в финале, конечно, вы должны быть в финале Это, вот сейчас попробуешь, это просто лучший медовик Медовик, в принципе, мой любимый торт Это прям... Да? Лариса Это самый лучший медовик! Но не за всю историю нашего проекта Конечно И не за всю историю шестого сезона Но точно в топе 10 лучших медовиков Спасибо большое Однозначно говорю да, вы в финале Держите, этот фартук ваш Спасибо Все круто, я в финале Другого я не ожидала Я Ашу не подвела Спасибо большое, кто за меня болел Я очень надеюсь, что сегодня не только королевский декор мы увидим на тортах Но и вкус будет соответствовать королевской тематике Итак, ждем вкусные торты Следующий участник Здравствуйте! Здравствуйте! Это... Какова красота! Я про торт Здравствуйте! Меня зовут Александр И я из города Москвы Привез вам невероятный торт на день рождения Филиппа Киркорова Вам, наверное, интересно, почему я голый Совсем неинтересно Совсем неинтересно Даже не знаю, как это комментировать Но может быть, девочкам интересно Девочки, прокомментируйте Вы расскажите Интересно Заинтриговали, да? В общем, я пришел, чтобы сразу показать все самое лучшее, что у меня только есть Это, соответственно, торт И вот так могу Вот так могу А со спины, пожалуйста А со спины не надо То, что вы крепкий парень, мы это видим А вот насколько вы крепкий кондитер, сейчас мы посмотрим Я сделал в виде монеты, так как у каждого короля должна быть своя именная монета То есть это называется монета? Ну, в моем виде не да Круглый торт с распечаткой Филиппа – это монета? Ну, конечно А у монеты же должен быть край сюда приподнятый Тогда это монета Ребрышки должны быть здесь хотя бы сделаны Тогда это монета? Не спорю, но каждый же художник видит по-своему Не, ну можно сделать торт в виде шара и сказать Я сделал торт монета Я художник, я так вижу Тоже верно А почему вы использовали старую фотографию Филиппа? Он же сейчас сходит совершенно в другом имидже, с другой прической Вы взяли какую-то ретро-шляки Мне импонирует именно вот такой стиль его Именно такой стиль? Да А скажите, что внутри? Внутри шоколадный бисквит, кремом шоколадным И самое главное, с такой изюминкой, это у нас будет вишня Изюм? Нет Изюминка в торте – это вишня Безумно креативное решение Изюминка – это вишня Обычная изюминка – это виноград Сушеный, согласен Но у меня вишня Режем Режем Вот с такими дырками внутри Это называется мышиная яма Кондитер должен готовить бисквит с равномерной пористостью Я вам сразу хочу сказать, за ваш бисквит ставлю твердый кол Я предлагаю все-таки попробовать Может быть он на вид вам не так понравился Хотя я уверяю, что выглядит он достаточно симпатично Будем сейчас дегустировать Бисквит нежный, но меня тоже смущают вот эти вот мышиные норки Они прям, ну, действительно, как прогрызанные Вишня сочная, прям, очень хорошая Но белый вот этот ганаш, он какой-то неестественно белый Действительно, мне почему-то кажется растительный И от самого ганаша, я не знаю, возможно, вы использовали некачественный шоколад Остается такая маслянистая, неприятная пленочка на небе К сожалению, несмотря на вас, я говорю нет Так вовремя подошла вишня Вот эта вот легкая изюминка в виде вишни Вытянула вас Ну, по крайней мере, для меня Я говорю вам, да Сегодня особенный выпуск Сегодня в нашей студии появится Филипп Киркуров И для нас это очень ответственный момент Но я вынужден согласиться с одним из членов жюри Увидимся в финале Я говорю вам, да, этот фартук Этот брутальный, мужской розовый фартук ваш Александр, забирайте В общем, бицуху я показал Показал, кто здесь готовит вкусные тортики Прошел финал В общем, идем дальше Но стресса я хапнул много Я пошел деваться, я замерз Итак, следующий участник, надеюсь, принесет особенный торт Здравствуйте Какая милота Меня зовут Миркова Ирина Я действующий кондитер О-о-о Шеф-кондитер О-о-о-о Хочу представить вашему вниманию мой торт Второй ярус тортика Это книга жизни А эту книгу охраняет пицца Феникс Согласно нашему юбиляру Так же превращается в пепел, как он на сцене Отдавая полностью себя И снова возрождается Тортик у меня муссовый Два яруса муссового торта Он состоит из миндального бисквита Карамельного Хрустящего слоя Спролине Карамельный намилаки Ванильная прослоечка И карамельный мусс Ну давайте рассмотрим вблизи, что там Потрясающее Потрясающее Потрясающая птица Феникс Большие красивые глаза Что с переплетом? Что за змей Горыныч пробежал? Это вот такой красивенький Золотой переплетик Переплетик, да А внутри книги что? Муссовый торт, про который я вам рассказала Какая ваша девичья фамилия? Окзамова Что? Да ладно! Серьезно? Серьезно? Да А как у нас может быть одинаковая фамилия? Вы родственницы, что ли? Не знаю Коллеги, сейчас мы будем пробовать торт от Акзамовой Ирины Не предвзято Не предвзято Давайте, Риза Давайте попробуем Давайте попробуем Мне нравится в сочетании вкуса Я говорю да, но с натяжкой Потому что мне очень не понравилась хрустящая прослойка Ее много И она перебивает общий вкус Ирина Ну такой вот цвет, конечно, блёкленький Блёкленький Это бисквит миндальный Мусс Невероятно Ну видно, какой он нежный Мороженка тающая Очень-очень вкусный торт Я говорю вам да Торт вкусный Это очевидно У вас золотые руки Ирина Миндальный бисквит в сочетании с этими муссами Сработал Это один из самых вкусных тортов Который мы попробовали сегодня И сегодня я вынужден сказать вам Твёрдое да! Ирина, вы в финале Браво! Безумно! Бешеные эмоции Я не могу их выразить Поэтому я плачу Ну где же королевский торт? Где же королевская начинка? Где же королевский участник? О-о-о! Ух ты! Ух ты какой! Вот класс! Вообще зло мне! Обалдеть! Какая красота! Браво! Браво! Зашли, конечно, по-королевски! Браво! Благодарю! Как вас зовут? Здравствуйте! Меня зовут Лилит Петросян Я из Москвы Мне 30 лет Мама в декрете Которая стала кондитером Сегодня я представляю Для короля эстрады Настоящий королевский трон На котором можно восседать Недолго Недолго Ну, Филипп у нас любит Все шикарное, блестящее Мне кажется, этот трон Под стать настоящему королю И после тяжелого концертного дня Можно отдыхать А спинка тоже съедобна? Спинка съедобная Там воздушный рис С шоколадом И сверху покрыт ганашем Скажите, есть ли еще какие-то сюрпризы в этом торте? Есть сюрприз Сейчас покажу Небольшие манипуляции Давайте Вот такая подсветочка Из-за света немножко не очень хорошо видно Но когда в темноте То есть создает такую тень Приглушает так атмосферу Делает ее более располагающей к отдыху Супер А что внутри? Внутри у нас классический ванильный бисквит Яркая клубничная начинка И крем на основе маскарпоне Декор аккуратненький Форма торта аккуратная Можем резать Зрители видят сейчас Очень крутого участника С очень крутым декором Но зрители не могут попробовать А мы можем И вот теперь главная интрига Будет ли вкус торта соответствовать Этому роскошному королевскому внешнему виду На самом деле все очень просто Белый бисквит, белый крем, клубника Все очень просто Но в этой простоте может быть Очень классный, интересный, правильный вкус Сейчас мы проверим Здесь мне вкусно Очень-очень нежно Прям вот хочется еще-еще И нет ощущения жирности Или какой-то плотности Я вам говорю, да Ольга Бисквит нежнейший Это видно Крем воздушнейший Нежнейший Клубничка Просто невероятное Сочетание превосходное Я говорю, да, конечно Лилит Здесь нет никакой интриги Совершенно точно Перед нами Профессионал Не домохозяйка Не любитель Профессионал Который готовит лучше Чем многие опытные кондитеры Которые работают десятками лет на предприятиях Вы правильно научились распределять акценты Правильно приготовили бисквит Воздушный, легкий крем во рту тает Клубничная начинка яркая по вкусу Красивая по цвету Браво! Браво! Благодарю Сто процентное, да, вы в финале Я безумно рада оказаться на этом проекте И безумно рада такой высокой оценке От профессионалов такого уровня Я в финале Я уверена, сейчас участник нас просто поразит Самое сердечко Ждем тебя, дорогой Удиви нас! Ой, как красиво! Это вообще... Всем здравствуйте Здравствуйте. Я Елена Касаткина из города Оксай Ростовской области. Очень рада попасть на ваше шоу. В кондитерском мире я уже больше пяти лет. Торт у меня посвященный королю нашей эстрады, Филиппу Киркорову. Так как я уже была на его концерте, то я знала, как работать с этим клиентом. И поэтому я сделала такую корону и подушку. Надеюсь, что на вкус вам понравится. Я вас удивлю. Что внутри? Шоколадный бисквит, крем на основе шоколада и маскарпоне и малиновое кюли. Сейчас вся страна должна увидеть, как выглядит кюли. Девочки, сегодня мы будем пробовать сенегальское кюли. Кюли? Итак, давайте начнем с Нины. Поясните мне разницу между кюли и конфи. Кюли делается на пектине и желатине, а конфи делается на крахмале. Абсолютно с вами не согласна. Вы сейчас ошибаетесь. Кюли – это соус. С французского языка это переводится как соус. Тут добавляется минимальное количество пектина и обычно украшается либо тарелка для подачи десерта, либо поливается сверху. Это соус жидкий. Конфи делается на пектине, не на крахмале. На крахмале – это уже крем. Конфи делается на пектине и он без желатина идет. Если с желатином, то это уже желе. У вас здесь такая, да, действительно достаточно плотная, я бы его желе прям назвала. Это не конфи и не кули. Бисквит неравномерно пропитан. Здесь вот где-то беру, прям вижу сочность, где-то прям сухой-сухой. Начинки мне мало. Единственный яркий акцент, который есть в этом торте – это вот это кюли. Но в основном мне очень плоско. И вот я опять говорю нет. Мне кажется, вот это ваше кюли, в нем слишком много сахара и желатина. Нет того вкуса, оттеняющего шоколад. Такой, знаете, кислинки. Мне просто все очень сладко, сладко и жирновато. К сожалению, я говорю нет. Елена, декор вашего торта замечательный. Выполнено все достаточно филигранно. Но, повторяю, многократно, почти в каждой серии. Кондитер – это специалист, который должен готовить вкусно. Плюс декоратор. Надо работать, и еще много работать над вкусом. Над качеством, над текстурами, над количеством желатина. Здесь работать надо много. Над всем, над каждым полуфабрикатом. Бисквит горчит, бисквит черный, бисквит плотный. Крем жесткий, крем жирный, крем не эластичный, не кремообразный. Количество желатина, желирующего вещества вот в этом кюли зашкаливает. Плотное, твердое. Хочется, чтобы вы двигались в правильном направлении. Так, может, я проявлю себя в финале? В следующем сезоне. Я говорю нет. Спасибо за участие. Я приму всю критику к сведению. И до встречи в следующем сезоне. Спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал. Следующий участник. Это бомба. Вот это бомба. Представьтесь. Меня зовут Илья. Илья. Я из города Пятигорска. Ага. Вот привез представить вам свой торт. У меня своя кондитерская. Я люблю создавать необычные торты. И вот такой один из них. Мы правильно понимаем, это не елочная игрушка? Нет, это шоколадный шар. Бомба. Да. А вот сверху вот там фитиль, это его надо поджигать? Да. Поджигайте. Я даже в самолете провез то, что нельзя возить в самолете. Это торт, который может сейчас рвануть. Ой, как мне нравится. Рванет. Теперь нужно кое-что еще добавить. А-а-а. Еще сюрприз. Сколько сюрпризов. Что вот рядом у вас? Так, ну смотрите, этот торт я сделал для Филиппа Киркорова. Бомба, потому что все его песни бомба. Молодец. Цветное строение синий. Да. Так, браво. А это точно такой же, только маленькая версия для вас. Из чего состоит этот торт? Это шоколадно-глазуревая сфера. То есть она из шоколада. Да. И лазурь. Это из шоколадной массы для лепки. Тарелка сделана. Ага. Внутри масляный бисквит и синий бархат. Начинка синий бархат. Синий бархат. Как красный бархат, только масляный бисквит, крем-чиз и голубика. Для чего нам молоток? Молоток для того, чтобы разбить бомбу и попробовать. Разбиваем. Рука набита. Ну прям корка такая, нехилая. Ну это чтобы точно он доехал. Судя по тому, как трясется этот торт, ощущение, что он нежный. Презентация классная. Вот эта бомба, фитилёк, как вы разбили. Но дальше у меня пошло вот так вот. У нас всё упало. Да, вот у двоих сразу. Цвета для еды должны быть естественные. Они должны ассоциироваться с естественными продуктами питания. В природе вот такого голубого цвета, ну там небо, вода, но даже это не цвет воды, его не встретишь. И он уже вызывает отторжение. Ну вот это мне прям даже не очень, честно говоря, очень, извиняюсь, не очень хочется пробовать. Нежно, нежно, ничего не могу сказать. Но вот всё то, что я сейчас проговорила, для меня это большой перевес в пользу нет. И ты говоришь? Нет, я говорю нет. Ольга. Очень неаппетитный разрез, согласно с Ниной. Очень. Я давно такого не видела. Но как элемент шоу, невероятное впечатление оставили. Я это запомню. Торт сочный, можно сказать, даже вкусный, с натяжкой. Но я всё равно говорю вам да, Илья. Спасибо. Если честно, у меня тоже желания пробовать сильного нет. Но. Илья, качество полуфабрикатов ровное. Я не скажу, что это было очень нежно или очень вкусно. Это ровно. Но при всём при этом вау-эффект достигнут. Да, толстоватая корка. Но при этом мне очень понравился равномерный, классный, красивый велюр на торте. Он очень был сделан профессионально. Мне понравилось, что я не увидел стыка двух половинок из шоколадных полусфер. Потому что, когда работает любитель, всегда видны эти швы. И у вас этих швов не было видно. Очень красиво всё сделали. Очень аккуратно. Сумудрились из Пятигорска довезти до Москвы. Ощущение, что передо мной профессионал, который сделал больше ставки на синий цвет, чем на вкус. Но почему-то я в вас верю. Я говорю вам да, вы в финале. Моя бомба всё-таки рванула. Я в финале. Спасибо большое. Очень рад, я вас не подведу. Финал проекта проходят Надежда Воробьёва, Ирина Меркулова, Лариса Корьева, Лилит Петросян, Александр Силаев, Юргита Фомина и Илья Иорданов. В шестом сезоне участникам предстоит повторить сладкие шедевры Рената Акзамова, приготовленные к самым любимым праздникам. Судьба сводит двух королей вместе не впервые. В конце прошлого года Филипп обратился к Ренату с просьбой сделать грандиозный торт на 10-летний юбилей его дочери Аллы Виктории. К нам обратился Филипп Киркоров с просьбой, что нужно изготовить торт на юбилей его доченьки, который исполняется 10 лет. И у нас уже есть вводные, насколько я понимаю, да? Да, всё получилось. Давай, поехали. Есть тематика и есть сам банкетный зал. Они уже придумали украшения. Вообще очень крутые темы здесь разные. В нашем торте нужно было соединить две, по идее, совершенно несвязанные истории. Первое – это мероприятие будет проходить в стиле известного фильма, где главным героем является женщина, такая очень дерзкая, такая, короче, бандитка. Самое главное – это должна быть вот эта вот опасная женщина, крутая. Но у неё очень классное платье, нужно с ней поработать. При этом есть юбилей дочки Филиппа Киркорова. 10 лет девочки, женственная, нежная, куколка, принцесса. И вот эти два образа нужно соединить где? В одном торте. Первое, что приходит в голову, это соединить два цвета – красный и чёрный. Почему эти пятна? Собаки, долматинцы. Они в фильме были? Да, да, да. Они тоже одни из главных, кстати, персонажей. Сочетание красного, чёрного, золотого, белого, ещё и пятна долматинца. По идее, эти сочетания выглядят очень пёстро. Но когда ты видишь это в эскизах зала, выглядит всё очень ярко, при этом безумно стильно. Здесь мы делаем пятна долматинца, здесь мы делаем ярус и... И делаем три собаки. Кстати, Надя очень крутую идею предложила. Давайте добавим подсветку в конфеты. С подсветкой жёлтые конфеты на чёрном фоне могут сработать очень эффектно. Это было очень правильным нюансом, который может стать главным вот этим магнитом в этом торте. Итак, рисуем. Ну и как обычно, вначале с заказчиком идёт согласование начинок. Нужно, чтобы вы проверили все полуфабрикаты, чтобы мы приступили к изготовлению торта. В своей компании я всегда, вот сколько себя помню, всю жизнь пробовал полуфабрикаты, прежде чем отдавать изделия заказчикам. Это же сегодня отпекали, с утра? Да. Стоп. Что? А ты это сама пробовала? Да. Точно? Да. Там всё идеально. Там всё супер. Естественно. И пожалуйста, вот это. После утверждения главного эскиза уже начинается работа над декорациями. Очень классная получилась композиция. Самое главное, чтобы вот этот пёсик со скалом был по центру. В нижней части торта будут три красивых далматинца. Причём они такие, все очень на динамике. Они не статичные, как на паспорт, три на четыре черно-белое фото. Они динамичные, они прикольные. Этот бокс смотрит, этот немножко будет развернут. И вот этот центральный, он берёт весь акцент на себя. Что с конфетами? Здесь ваш совет очень нужен. Всё-таки делаем вот такие вот точечки или не делаем? Пятна далматинца на конфетах и на собаках пересекаются. Мне кажется, это очень оригинально. Ну и, как правило, торт вывозят в полумраке. Когда будут вывозить вот эти жёлтенькие конфетки с подсветкой, они будут светиться, это будет очень прикольно. Очень круто, кстати, что покрываете аэрографом, потому что вот этого чёрного градиента на красной материи не хватает. И вот мягкий чёрный градиент, мне кажется, очень дополнит эту композицию. Но мы его совсем слегка сделаем, вот тут чуть-чуть. Да, Акрам, только чуть-чуть боком пройдись, чтобы прям рельеф был. Хорошо? Ну что, я пошёл готовиться, друзья. Я лично гарантирую, что это будет феерично, торжественно, феноменально. Встречайте, невероятный торт для Аллы Виктории. Его высота 1 метр 15 сантиметров, а вес 40 килограмм. Главные особенности этого шедевра – россыпь светящихся конфет из карамели и, конечно же, фигурка именинницы в шикарном платье. Маэстро Ренат Акзамов. Слово «маэстро». Обратите внимание, эти три собачки только недавно бегали здесь. Здесь магия, волшебство, и эти собачки уже на торте. И эта магия только ради юбилея Аллы Виктории. С юбилеем маленькую принцессу. Простящие юбилея Виктории, принадлежа к садовым. В честь и северное юбилея желаемое телевидение, Алла Виктория Кирпоевна. Поехали! Поехали! С днём рождения тебя! С днём рождения, моя доченька! С днём рождения тебя! Итак, передо мной семь самых ярких, самых целеустремлённых, самых талантливых специалиста нашего сладкого мира. Коллеги, поздравляю вас! Вы в финале! Те работы, которые вы принесли на кастинг, заставили меня поверить, что именно вы можете претендовать на звание главного народного кондитера России и один миллион рублей. Напоминаю вам, коллеги, эту студию в статусе победителя покинет только один участник. И этот счастливчик находится среди вас. Сегодня нас ждёт поистине грандиозный праздник. День рождения великолепного артиста и певца, короля российской эстрады Филиппа Киркорова. И я с большой гордостью представляю торт, который я приготовил для нашего звёздного гостя. Добро пожаловать в наш сладкий мир! Ну что, кто сможет повторить? Грандиозный пятиярусный торт представляет собой дворец султана в форме восьмигранника. Он покрыт мастикой и украшен сусальным золотом, мозаикой и каменьями из карамели. На подушках восседает король, вернее, султан эстрады Филипп Киркоров. Фигурка из мастики выполнена с портретным сходством. Открывается коробка, и мы видим просто шикарный торт. Это вообще прямо произведение искусства вообще. Мне понравился Филипп Киркоров на торте. Здравствуйте, Филипп Петрович! Там было дорого-богато стразы. Филипп Киркоров сидел в шикарной одежде, в кругом подушки. Ну, это красивый мужчина, экстравагантный, любящий все дорогое, красивое, блестящее. Но образ султана – это его. Видим мы этот торт. И что мы видим на этом торте? Долбанный замальт, который я терпеть не могу, с которым не умею работать. Просто когда я его увидел, какой большой, какие детали. Типа это просто... Я думаю, ну все, можно, в принципе, собираться и ехать в спортзал. Итак, коллеги, нам выпала честь приготовить торт для Филиппа Киркорова. Ровно в 6 часов в этой студии появится наш звездный гость, к приезду которого вы должны будете приготовить точную копию этого торта в миниатюре. Филипп озвучил три пожелания, которые вы обязаны будете реализовать. Первое. Филипп просто обожает шоколад и все, что с ним связано. Второе условие. Главный элемент торта – это фигура самого Филиппа Киркорова. В роскошном образе турецкого султана. Третье условие. Золотой дворец с яркими декорациями тоже должен быть на торте. Шикарные восточные подушки, лампы Аладдина и, конечно же, драгоценные камни из карамели. По опыту могу сказать сразу, не все дойдут до финальной дегустации. Поэтому я хочу вам дать шанс прямо сейчас оценить свои силы и сделать вывод. Если кто-то из вас сомневается в том, что сможет сделать точную копию этого торта, лучше об этом сказать сейчас и достойно покинуть эту студию. Статус сегодняшнего заказчика очень высокий. Это не просто финальная серия и это не просто обычная серия кондитер. Я. Надежда, правильно ли я понимаю, что вы не сможете реализовать такую работу? Ну, я думаю, да. Надежда, эти аплодисменты звучат для вас. Это было достойно. Спасибо большое. Вроде могла бы, может, сделать, но... Ну, наверное, опыта не хватает. Подоберусь опыта. Может, еще поучаствую. Вы готовы? Да! Три, два, один! Время пошло! Участники разбирают инвентарь и продукты для приготовления шоколадного торта. Пусть будет. Ну, все побежали, и я побежала. Все стали все брать, и я стала все брать. Надо, не надо, в хозяйстве все сгодится. Я набрала продукты. Сейчас я буду делать шоколадный бисквит. Я его делаю классическим. Я не добавляю много какао, чтобы он не перебивал вкус. Я считаю, что победитель здесь очевиден. Даже говорить не о чем. Я уже держу в руках карту с надписью «Миллион лифт». Я сейчас замешиваю все сухие ингредиенты, а рядом я сейчас делаю все мокрые, потом соединю, замешаю тесто и поставлю в пару конвектомат. Только настоящие повара могут одной рукой яйца вот так вот открывать. Так вот берут. Все признают, что я красавчик. Так я еще и фартовый. Я тоже сейчас буду делать, собирать сухие ингредиенты. Сахар, муку, разрыхлитель. И затем буду добавлять яйцо, молоко. Секрет моего шоколадного бисквита в моих золотых ручках. Так-то я лучший кондитер города Аша на минуточку. Я сейчас делаю шоколадный бисквит. Он у меня будет практически тем же способом, что ребят, они, видимо, украли мою идею. Отдельно жидкие ингредиенты, отдельно сухие. Почему так? А не взбивным способом, потому что это дает бисквиту дополнительную влажность. Я не могу сказать, что я не люблю бабу, у меня есть прекрасная жена, но работать с ними – это просто ад. Пока Ирина подозревает соперников в краже известной технологии, Илья уже готовит свой бисквит к выпеканию новаторским методом. Я сейчас взял пергамент для того, чтобы расстелить на противне. И здесь я буду развивать свой бисквит. Я не буду отпекать бисквит в кольце, потому что этим я хочу сэкономить время. Он быстрее пропекается за счет тонкого слоя. Я делал его размазкой, и поэтому очень волновался. Товарищи, а можно я на пять минут возьму? Вот это возьму на пять минут. Что, больше нету? Там он занят и планетарный тоже, а я сейчас отдам. Давай быстро. Получилось так, что с Ильей мы встали рядом, потому что нас окружали просто какие-то мужененавистники. Пытался поближе поджаться к Саше, потому что мне казалось, что к ней лучше не подходить. Лилит тоже выбрала нестандартный способ выпечки бисквита. Ты на какую температуру стоишь? 170. Все взяла. И замать шоколад. Все взяла противень, забыла. Пришлось выпекать на чем? На ковшике. Вы не знали, что так можно делать? Так можно делать. Что можно засунуть еще в печь? Посуду, которая полностью металлическая. Я нашла ковшик. Вы думали, вы стырили все противни, и что, я останусь без бисквита? Никогда. У меня был готов бисквит, тесто на бисквит. Я поняла, что места мне нету. Ну, в общем-то, и в этом и есть смысл моего недовольства. А потом я придумала сдвинуть ребят. Так, ребят, я с вами встану. Какая у вас тут температура? 180. Они же мужчины все-таки. Надо детиться. Все участники отправили свои бисквиты выпекаться и начали выяснять, кто на кухне главный. Я так могу, так могу. И вот так могу. В общем, следим за мной дальше. Соперников здесь у меня нет, потому что у меня будет лучший результат. Нет, конечно, нет, конечно. Как это так? Ну, кто у меня тут соперник? Никто, никто. У меня был самый крутой медовик, поэтому я думаю, что я и шоколадный торт сделаю самый вкусный. Тем временем Саша выбрал самый большой нож и пытается придать пенопласту форму многоугольника. В общем, задание Тренатова было сделать восьмигранник, шестигранник. Ну, у меня плохо с арифметикой. Я думаю, ну, задание есть задание. Я начал его пилить. Торт состоит из пяти ярусов, один из которых будет высокий, красивый пенопласт. Сашка резал пенопласт, это вообще что-то с чем-то. Все, вся кухня в пенопласте. Еще этот скрежет постоянно, он прям бесит вот это по мозгам. Это вообще, я думала, еще секунду, я его прикончу. Очень раздражает этот скрип, поэтому заглушу его своим венчиком. Пока Саша успел настроить против себя всех женщин проекта, Илья уже вынимает из печки свой бисквит, испеченный прямо на противне. Я проверял свой бисквит, запекся ли он или нет. И вроде как допекся, сейчас вытаскиваю. Когда делал шоколадный бисквит, я мало добавил какао, в два раза меньше, чем это было нужно. Он получился чуть бледного цвета, поэтому сейчас буду делать шоколадный крем. Это будут натуральные 33-процентные сливки, сахарная пудра и шоколад. Пока Илья пытается исправить бледный вид своего бисквита шоколадным кремом, его конкуренты тоже готовят кремы и начинки. Сейчас мы проварим вишню и начнем затягивать ее крахмалом. Я выбрал начинку для торта, это пряная вишня. Блин, это мой любимый десерт, это любимая начинка. И, как всегда говорится, вишенка на торте должна быть. Во-первых, тут уже есть корица, есть цедра лимона, я добавлю туда еще коньячку. Я сделала карамель. Я тоже начинкой занимаюсь, если это можно так назвать. У меня классический заварной крем, это классика. Я не хочу отходить от задания, не хочу креативить, рисковать. Этот рецепт уже проверенный, его любят многие. Кто молодец? Я молодец. Это шоколадный крем на основе сыра маскарпона, сливок 33%. И я всегда добавляю сгущенное молоко. Посмотрите, какой идеальный плотный крем. Очень вкусный. Не сладкий в меру такой хороший крем. До конца испытания осталось два часа. Участники вынимают из печей свои бисквиты. Я достала бисквит. Сейчас проверяю, отпекся он или нет. Да, бисквит отпекся, все отлично, все получилось. Я вытащила свой идеальный пышный бисквит. Посмотрите, насколько пышный получился бисквит. Пружинистый. Это, знаете, как детские подарки. В детстве дарили, когда прям можно все разрывать. Он настолько невероятно сочный получился. Он еще тепленький, но он просто, вот насколько он прям, это просто бомба. Так, сейчас я режу свой бисквит для того, чтобы вырезать потом из этого формы круги, чтобы собрать торт. Я не особо прям доволен результатом, но бисквит получился довольно мягкий и ароматный. Юргита и Лариса начали работать с карамелью. Сейчас я делаю постамент из карамели и заливаю форму. Затем буду делать восьмигранью при помощи горелки и раскаленного ножа. Мы вместе изомальт растопили. Я еще и кристаллы залила. Я нашла формочку и растопленный изомальт заливаю в эту формочку, чтобы получились кристаллики у меня. И еще будет кристально из изомальта основание тоже. До конца испытания чуть больше часа. Готовность кондитеров пришел проверить Ренат Акзамов. Ой, какая молодец, Лариса. Вы добавили щепотку. Соли. Браво. Юргита, ну-ка давай, расскажи мне, чему там тебя в академии научили. Это будет постамент. Я буду вырезать восьмигранник. Я вижу, ты идею украл у Ларисы. Я повторила идею? Да, естественно. И он подумал, что это ее идея. Я таком не говорила. Получается, она меня подставила. Идеей я ни у кого не тырила, потому что у меня у самой очень хорошо развита фантазия. Тетя Лариса огонь баба. Вообще, стырила идею изомальта у Юргиты. А Ренат начал прессовать Юргиту. А тетя Лариса молодец. Илья, я вижу шоколадный торт Альбинос. Я вижу отсеченное здесь. Это что? Крем оттерся. Крем забраковал, бисквит забраковал. Ну, как бы, я уже частично с ним согласился. У тебя что-то кроме бракованного крема и бракованного бисквита есть что-то или нет? Энтузиазм, что, харизма может быть. Прощальная речь. Посмотрите на меня. Мне было, на самом деле, сложновато. Шоу действительно очень серьезное и сложное. Спасибо. Поздравьте Киркорова за меня, раз меня не будет. Отлично. Давайте, коллеги, проводим Илью аплодисментами. Спасибо. Илья, спасибо за участие. Было настоящее шоу, настоящая битва. Там, ну, профессионал, не профессионал, лучше туда не суваться. Оставшиеся участники приступают к сборке и декору своих будущих тортов. Я приступил уже к сборке самого основного торта. Сейчас сделаю еще один слой, раскатаю мастику и обтяну этот торт. Кто тут папочка? Я сейчас сделаю маленький бисквитик наверх и начну лепить фигурку. Акцент сделаю на лоб, потому что он у него большой, умный. Я сейчас закончила шоколадный ганаш, сделала одну лампу. Я леплю красивые подушки уже. Начинаю декор с легких элементов, чтобы, если вдруг у меня не хватит времени, торт не был совершенно пустым. И просто я умная, догадливая. Девочки, мастика есть еще? У меня есть, но мне нужна. Вообще мастики нет, вы, честно, есть? Только мастики израсходовали. Неприятная ситуация, конечно. Немножечко стремновато. Девочки, ну, серьезно, есть еще хоть чуть-чуть мастики? Давай, я могу поделиться сейчас. Я приступил к самому важному, блин, для меня самому сложному. Слепить короля эстрады. В общем, когда я лепил Филиппа, я уже понимал, что идет все не по плану. Не так все просто, как казалось бы, и поначалу. Но когда я посмотрел на соседей, что они делают, я думал, блин, да, у меня-то еще более-менее-то неплохо. Мне еще предстоит дособирать торт, долепить Филиппа Киркорова и украсить за 40 минут. Я думаю, не успею я. Ну, я спала просто мало и всю ночь сделала торт. Вот. Ну, еще, будешь сказать, ему нервы, тоже перенервничала. Я не хочу эту фигню подавать просто. Ты уйти хочешь? Да, я уйти хочу. Видать, психика молодые. Мы-то уже пожившие, повидавшие виды, поэтому стрессоустойчивые. Чтобы ты понимал, я такой же участник, как и ты. Поэтому мне тебя уговаривать себе хуже делать, правильно? Она, наверное, хотела, чтобы я ее поддержал. Но я ей сказал, иди домой. Меньше народу, больше кислороду. Все. Ну, все, ребят, я пошла. Ну, то, что я не успею его сделать идеально, а не идеально, я не хочу делать. Да вообще все равно. Уходишь, уходи. Чего я должна с тобой прощаться? Всем удачи. Ура! Спасибо. Пока, ребят. Мои изделия качественные, но я просто не успеваю сделать идеально. А мне нужно идеально. Вот я решила уйти. Это же финал, поэтому как человека жалко, а как соперница нет. Юргита покидает шоу-кондитер на финишной прямой. А ее соперникам остается всего 40 минут на создание декора. Какой у меня Филипп получается, красавчик. Из потручных средств, из того, что было, как можно для такого шикарного мужчины, он вообще, невозможно его повторить. Штанишки в восточном стиле гнутся и держат свою форму. Мой сладкий Филипп получился настоящим султаном. Роскошный, развалившийся на этом торте. Ой, пока у меня ворона получилась. Ее надо превратить в Филиппа Киркорова. Да красивый у меня Филипп, мне кажется, походит. Я выделила у него глазки, бровки, лобик высокий сделала. Время испытания подходит к концу. И уже через несколько минут король сладостей Ренат Акзамов и король эстрады Филипп Киркоров оценят шоколадные шедевры участников. Перед нами самые стойкие. Самые талантливые и самые амбициозные финалисты проекта «Кондитер». Коллеги, поздравляю вас. Вы дошли до финальной дегустации. Браво! Ренат Лемарович, сегодня нашим финалистам предстояло повторить ваш шедевр для короля эстрады Филиппа Киркорова. И я очень переживаю, я очень волнуюсь вместе с вами. Смогли ли вы повторить его? Хотя бы немножечко. Потому что, сами понимаете, какая перед нами всеми сегодня ответственность. Ольга, ни грамма не сомневаюсь. Уверен, что мы получим четыре точных копии. Ну что, коллеги, вы готовы к встрече со звёздным заказчиком? Да! Встречайте! Человек-праздник! Человек-музыка! Мистер Евровидение! Легенда шоу-бизнеса! Народный артист России! И Филипп Киркоров! Ура! Приветствую, Филипп! Приветствую, приветствую! Приветствую, приветствую, приветствую! Олечка, Филипп! Очень приятно. Наконец-то Филипп попал в наш сладкий мир. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет пришёл к горе. Хотя гора уже пару раз приходила. Приходила. Приходила и радовала и детей моих, и гостей моих. С огромным удовольствием. Но сегодня наше праздничное настроение посвящено целиком тебе. Твоему дню рождения. Мой юбилей! Дважды отличный. Сегодня юбилей. Твой юбилей. И позволь всем нам поздравить тебя с днём рождения. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Спасибо. Спасибо. И прямо сейчас позволь вручить тебе твой главный сладкий подарок. Да ладно? У-у-у! На торте всё абсолютно съедобно, Филипп. И я тоже? Естественно. Я таким сладким никогда не был ещё в жизни. О-о-о! И Аладдина. Откуда ты знаешь, что у меня волшебная моя мечта поставить мюзикл «Аладдин» в Москве? Это моя просто голливудская мечта, бродвейский мюзикл. Серьёзно? Да. И лампа Аладдина. Она из шоколада полностью съедобная. И шоколад. Мой любимый шоколад. И это всё вообще... Ой, я не могу. Можно попробовать? Конечно. Открутил? Как ты это делаешь? Филипп, ну ручками, Филипп. А я голосом. Итак, Филипп, хочу тебя познакомить с нашими финалистами. Тысячу заявок на участие в нашем проекте. Сотни участников добрались до этой студии. И только четверо самых достойных, самых ярких представителей нашего сладкого мира пришли сюда для того, чтобы сделать точную копию этого торта для Филиппа Киркорова. Сейчас я назову имя первого участника, который достойно представит свою работу. Лариса открывает. С днём рождения вас поздравляю. Нелёгкий выбрал путь Филипп. Тернистый, скалистый, но покорение вершин – игрушка для артиста. Браво, браво. Спасибо большое. Я вам хочу представить свой торт, точную копию Рената. Вот вы в полной красе. Бровки ваши идеальные, реснички шикарные, улыбка, усики. А торт не поёт, а я и не знал, что любовь может быть жестокой. Не поёт. Запоёт. Скоро запоёт. И не только торт. У Рената всё задвижется и завкусится и запоёт. Лариса, что внутри этого изделия? Шоколадный бисквит, солёная карамель и крем. Тут Филипп на кого-то похож. На цикала немножко. Лампы Аладдина, кстати. А вот это что? Вот это я очень люблю. Вот это что? Это карамель. Это дорого-богато. Вот так. Сосалка типа? Да. Это она самая, Филипп. Я люблю хамейку. Ольга, что ты скажешь по поводу внешнего вида изделия? Ну, мне кажется, основные элементы присутствуют. Присутствуют. Мозаика есть. Да, мозаика. Мне нравится многоярусность. У вас сколько получается здесь? Пять. Пять? Да. Здесь всего на два меньше. На два меньше. Но шестигранник имеется. Шестигранник имеется. Филипп с подушечкой сидит. Филипп, как ты считаешь, сходство с тортом имеется? Общий стиль... Сходства не имеется. Не имеется. Ну, общий стиль выдержан, да, или нет? Ну, своеобразно. Своеобразно. Ну что, пробуем? Да, да, конечно, конечно. Кустненько. Кустненько. Даже очень вкусненько. Даже очень вкусненько. А вот это беленькое, это что? Крем-чиф. Но, на самом деле, услышать от Филиппа Киркурова вкусненько, человек, который перепробовал торты, наверное, во всем мире. Ну, он уже сам как торт. Ольга, тебе как? Лариса, хочется отметить, что это полный провал касательно декора. Но то, что внутри мы видим настолько вкусно, такой влажный, сочный шоколадный бисквит, правильно приготовленная карамель, и сюда как никогда встраивается вот этот вот крем-чиз. Это очень-очень вкусно. Лариса, я попробовал шоколадный бисквит бесподобный. Добиться такой влажности в бисквите нужно умудриться. Лариса, спасибо. Все было очень вкусно. Следующий, кто достойно представит свою работу, Лилит, открывай. О-о-о! Вот это потрясающий результат. Презентация. Здравствуйте, Филипп, я хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать, чтобы вы были таким же ярким, таким же цветущим и потрясающим человеком. Глядя на вас, в душе всегда праздник. Я обожаю ваши песни с детства. А какая ваша самая любимая? Зайка моя. А, выросла на зайке моя. Сколько вам лет? Тридцать. Так, зайка моя девяносто шестого года. Значит, практически, да, верю, верю. Четыре года вы услышали зайку и полюбили Филиппа Кикору, и наверняка хотели в нем жениться. Мамин халат, с расческой ходила, я была Филипп Кикор. А кто Алла Пугачевой был? А не, я была Алла Пугачевой, он был Филипп Кикором. Вот, я вырасту и выйду за Аму, за него, за Филиппа Кикорова. Знаете, все дети так говорили. Серьезно? Да, не любили страшно Аллу Пугачевой. Говорят, я хочу быть женой Филиппа Кикорова. Класс. Да, я любила Аллу. Хочу презентовать вам этот потрясающий торт, совершенная копия. Здесь вы видите мозаику из изомальта, золото и красное, подушки мягкие, на которых можно выседать. Ну, и вы, собственно, персоной. Ой, это я, когда я был... Ну, вы султан здесь просто, да. Да, немножко такой, знаешь, из фильмов ужасов. Какая обаятельная улыбка. Да, вот это, помнишь, где убивает за шутку аллеру? Да. Ну да, очень зато обаятельный. Обаятельный. И ножки какие скрестил вот здесь. Ой, ножки, как раз я косолаплю, вот как раз ножки, как у меня. Ольга. Фигурка потрясающая. Очень нравится. Ну, правда, чуть-чуть подхрамывает портретная лепка, но в целом... Ну, не чуть-чуть, скажем так. Давайте так. Лепка подхрамывает уже второй раз прилично. Лилит можно резать. Это шоколадный торт, как любит Филипп. Здесь шоколадные коржи, шоколадный сливочный крем на основе сыра маскарпоне и вкрапление натурального бельгийского шоколада. Здесь, на первый взгляд, ощущение, что бисквит немножко такой хлебообразный. Но давайте посмотрим, что скажет Филипп. У Ларисы он более вкусный. Тут немножко, как раз, безвкусный. Но это мое мнение. Но это важно именно, да. Но вкусный тоже. Вкусный. Ну, я тебе рейтинг себе сделаю в голове потом. Я тебе что могу сказать? Молодец. Очень хорошая обмазка у торта. Шоколадный цвет. Не знаю, для чего ты выбрала. Там немножко другая цветовая палитра. Но полуфабрикаты все приготовлены правильно. Но вот глотается тяжело. Итак, Ольга. К сожалению, внутри мне не понравилось, что ты целиковые галеты использовала. Лилит, аплодисменты. Молодец. Ирина. Открывай коробку. О, сейчас там привезут что-то очень мощное. Хочу прежде поздравить вас с днем рождения. Пожелать здоровья вам, вашей семье. И пусть все ваши мечты осуществляются. Спасибо. Хочу представить вам свой тортик. Точная копия торта Рената. Естественно. Многоярусность. Красавец-мужчина. Филипп, вы. Посмотрите, какой у него взгляд. Какие черты лица. Один, два, один. Можно глянуть. Конечно, конечно. Это шесть. Я просто не стал об этом говорить. Но похоже на терьера. Вот очень такое. Ну ладно. Вытянутое лицо здесь, да. А где лампы? Лампы нет. У нас есть кристаллы, подушечки. Красивый мужчина. Лампа в челюсти, видимо, здесь внутри. Послушай, вот ты сколько делал вот этот торт? Два с половиной часа. Это торт? Сидя в кабинете. И одной рукой в ноутбуке, другой, значит, лепил торт. Ты практически делаешь, как я песню за два часа. Вот это же быстро очень делается. Записал цвет на санне синий. И все. Я настал хитом. Я настал хитом. Да. Вот то же самое с тортом. Два с половиной часа, Филипп. И то я 30 минут делал, два часа просто в холодильнике застывал, Филипп. Это же быстро очень делается. Что внутри? Шоколадный торт с заварным шоколадным кремом. О, это сложно. И влажный бисквит. Ольга. Единственный у меня вопрос, все ли ярусы съедобны? Все. Вот это супер. Четыре яруса. Не так часто у нас на фенале. И это первый участник, который представил торт с полностью съедобными ярусами. Вау. Да, там нет никаких муляжных вставок. Орежем. Посмотри, какой разрез, Филипп. Посмотри, какой разрез. Это ресторанный. Просто, просто браво. Филипп, можем это попробовать. Но сразу хочу сказать, что разрез абсолютно профессиональный. Вкусно. Да. Да, очень вкусно. Даже хочется еще попробовать. Филипп Киркуров попробовал еще одну вилку. Это уже показатель, кстати, да? Вот обращай внимание. Мне кажется, вот прям крутой шоколадный торт. Здесь, на самом деле, этот торт сильно уступает по декору лилит. Но по вкусу... Обскакивает лилит. Да, по вкусу этот торт опережает. Есть над чем поразмышлять. Ирина, эти аплодисменты тебе. Браво. Единственный мужик, выживший в этой нелегкой битве. Александр, открывай коробку. Держим. О-о-о-о! Вот это точная копия. Вот это один в один. Ренат, вы говорите на все торты. Кончная копия. Я про скульптуру сейчас. Итак, Александр, презентуй. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить вас с юбилеем. И самое главное, пожелать вам здоровья. Спасибо. Самое главное, это здоровье. Будет здоровье, будет все. Это правда. А чтобы здоровье было, надо кушать вкусные тортики. И как можно больше. Как можно больше, как можно всегда с улыбкой, чтобы были всегда вкусные. Старался максимально приготовить схожий торт. Здесь потрясающая начинка. Какая? Шоколадный бисквит. Причем рецептура сделана полностью на глаз. Это фишка моя такая. Я не работаю по весам, я готовлю всегда на глаз. Здесь невероятный крем-чиз с пряной вишней. Не просто вишня, это у нас вишня с корицей, капелька коньячка, цедра лимона. Все это проваривалось. В общем, это великолепно. Можем рассмотреть вблизи, Филипп, этот шедевр. В стиле Олимпиады, только что прошедший Филипп такой, китайский император. Лучший минимализм. Но опять, этот цвет из синих синий плащ. Есть, да. Здесь все прикрыто, вот как-то все вот как-то. Все пуритански сделано. Очень, да. Какая обувь интересная, обрати внимание. Да. Пробуем? Пробуем, да. Можно резать? О, маэстро, как я люблю бракованные торты. Бисквит должен был быть бисквитом, а здесь немножечко пластилина. Это то, что не пропеклось, не взбилось, не поднялось. Это такое называется, ну, такое... Это можно есть? Ну, нежелательно, если честно. Я бы рекомендовал попробовать. Пиши. Можно, можно буквально вот прям граммулечку попробовать. Нет, от этого невозможно отравиться, это же продукты. Точно? Да, 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 Филипп, конечно, я пробовать точно не буду. Филипп, я шучу, шучу. Стоит мне это пробовать или не стоит? Нет. Здесь нечего комментировать, на самом деле. Это изделие является браком, и это Филиппу дегустировать точно не нужно. Ну, вы все попробовали, дайте хоть я, это не честно. Пожалуйста, можно вилочку. А то все как-то скажут. Человек старался, старался, скажет, ну, что, Киркора пробовал тебе. Да нет, отказался, боялся умереть. Поэтому помрем так вместе, Ренатик. Ну, спасибо. Спасибо. Итак, мы продегустировали все изделия наших финалистов, и сейчас настал самый ответственный момент. Наша задача, Филипп, выбрать победителя. Нам есть что обсудить. Филипп, пройдем вот сюда. Сейчас будет секретная комната. А вот здесь вот она у нас. Секретную коморку. Мы в маку. Коллеги, это был непростой выбор. Действительно, непростой. Но в итоге пришли к единогласному решению. Я хочу обратиться к зрителям. Огромная просьба. Дайте тишину. Прямо сейчас я объявлю имя победителя, который отправится в суперфинал проекта кондитер бороться за звание главного народного кондитера России. и один миллион рублей. Суперфинал проекта кондитер проходит... Ирина! Браво! 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 Ирина! Ты отправляешься в суперфинал. Коллеги, обнимите! Анапа, болейте за меня. Я буду лучшим кондитером страны. Вот увидите. Ирина, спасибо огромное. Филипп, спасибо огромное. Сегодня был большой праздник. Филипп, обнимушки. Спасибо. Ольга! Спасибо. Ольга, обнимушки. Ольга, обнимусь. Ольга, обнимусь.